Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня на обзоре нож от компании Cold Steel. Модель называется Code 4. Это довольно популярная модель у производителя и у него интересная легенда, маркетинговая, разумеется. Данный нож позиционируется как нож, разработанный для представителей правоохранительных органов. При этом он достаточно большой и мощный для того, чтобы решать большинство задач, которые приходится решать сотрудникам полиции. И при этом он достаточно компактен и легок для того, чтобы не сильно оттягивать карман на вашей униформе и для того, чтобы вам не было лень таскать его с собой. Само же название Code 4 позаимствовано из радиокодов американских полицейских. Code 4 означает «поддержка не нужна». Вот, собственно, такая у этого ножа маркетинговая легенда. Но пока перейдем к ТТХ. Общая длина ножа 216 мм, длина клинка 89 мм, ширина 29 мм и в обухе нож 3,5 мм. Вес ножа при этом 122 грамма, а при таких габаритах это довольно неплохой вес. А в сравнении с Ontario Red модель 1 выглядит вот так. А в сравнении со спайдеркой Enduro Wave выглядит вот так. Так, модель Code 4 выпускается в разных вариациях клинка. У меня версия со сталью Aus8, бывает со сталькой подороже, бывает также сериаторная версия, бывает версия с другим типом клинка. Но если в общем и целом оценивать впечатления от этого ножа, то они у меня исключительно положительные. Да, нож очень выгодно смотрится, красивый, я бы так сказал, дизайн минималистичный. В руке сидит, как ни странно, хорошо, но при этом толщина ножа довольно непривычна для таких размеров. Из-за этого такой немножечко диссонанс возникает, хотя, скорее всего, это вопрос привычки. Также, что меня удивило, точнее даже не удивило, а порадовало, это работа механики. В последнее время у меня на канале было довольно много обзоров бюджетных ножей, например, от того же производителя Ганзу. И этот нож от Cold Steel, он сразу по механике от них довольно сильно отличается. То есть, клинок здесь скользит практически идеально. Под действием силы тяжести он просто-напросто очень плавно и легко опускается. Очень плавный ход, при этом никаких люфтов, ни малейших, ни продольных, ни поперечных здесь не имеется. Клинок действительно вот летает так, что, наверное, его даже камера не фиксирует. Здесь, конечно, это выделяется очень-очень сильно. Баланс ножа находится примерно посередине. А что касается поведения ножа в руке, то скажу так. Скорее всего, этот нож изначально рассчитан на более крупную ладонь. У меня ладонь небольшая. Из-за этого, когда я ставлю руку ровно по подпальцевым выемкам, я чувствую, что распределение пальцев у меня как будто бы не совсем равномерное. Хочется либо немножечко вперед сдвинуть, но здесь не хватает ширины подпальцевой выемки. Либо хочется сдвинуть чуть назад, но тогда уже уверенность в удержании пропадает. Но в большой руке этот нож будет сидеть, на мой взгляд, значительно лучше. Обратным хватом нож сидит очень неплохо. В этом положении я практически даже не ощущаю того, что он такой плоский. Что касается фехтовального хвата, то если говорить конкретно про мою небольшую руку, то здесь я чувствую, что нож сидит как-то не очень надежно. Во-первых, он сам довольно плоский и при этом широкий. И сама рукоятка здесь, это просто алюминий анодированный и, соответственно, она довольно скользкая. Если держать нож в перчатках, конечно же, это все нивелируется, но когда руки уже достаточно пропотели, то нож прекрасно скользит по мокрым рукам. И в этом плане, конечно же, удержание фехтовальным хватом не такое уж надежное получается. Какого-то чувства уверенности удержания, знаете ли, нет. Каких-то насечек и накаток на рукоятке здесь не имеется. Даже насечки под большой палец здесь выполнены очень рудиментарно. На самом деле, они здесь на палец практически тактильно не влияют. Скорее, просто помогают нащупать рукоятку ножа и сориентировать его в руке. На код 4 используется привычный для колд стил замок 3 от Лок. Замок работает практически идеально. В том плане, что механика здесь мне очень нравится. Здесь я четко чувствую, когда клинок ножа освобождается. То есть, вот нажал и четкий щелчок, клинок все, свободен. Можно спокойно оперировать им и открывать-закрывать. Что касается открытия, то мне немножечко неудобно открывать клинок одной рукой, делать это инерционно. Поскольку у меня ладонь маленькая, нож широкий. Ну и, скорее всего, для большой ладони это будет немножечко более комфортно. А также здесь имеется такой эффект, когда клинок как будто бы немного залипает, когда вы чрезмерно инерционно его открываете. В итоге, для того, чтобы сложить нож, вам потребуется чуть больше усилия. Он как бы очень четко фиксируется и вам потребуется именно такое акцентированное усилие. Но механика работает, конечно, замечательно. Вот это вот мне сразу бросилось в глаза. Поскольку у меня ладонь маленькая, как я сказал, открывать нож для меня не совсем удобно. Не то, чтобы я испытываю какой-то дискомфорт, нет. Просто здесь есть определенные нюансы. Нож довольно широкий, а я при этом держу вот так. И когда я пытаюсь открыть клинок, то, соответственно, этот выступ на рукоятке мне чуть-чуть мешает. Если бы ладонь у меня была чуть больше, допустим, она была среднего или большого размера, я бы это делал значительно более комфортно вот из такого положения. Здесь же мне просто не за что зацепиться, поскольку клипса коротенькая. Сама клипса здесь очень компактная, по форме повторяет изгиб ножа. Упругость клипсы очень высокая, я бы даже назвал ее жесткой. При этом сам зацеп на клипсе, он, я бы сказал, не так выражен. И на самом деле, когда вы пытаетесь посадить нож на тактические штаны, у которых в уголках карманов имеется усиление от протирания, то делать это не совсем удобно. Опять-таки, изгиб клипсы чуть-чуть мешает, когда вы пытаетесь очень быстро посадить данный нож на пал скрепления системы MOLLE. Хотя он, конечно, держится нормально, в качестве временного решения просто повесить пойдет, но это не так удобно, как, например, на некоторых других компактных клипсах. К каким-то небольшим придиркам я могу отнести лишь шпинки на клинке. Судя по всему, они привычны для поклонников Cold Steel, но мне они кажутся, скажем так, какими-то немножечко дешевыми, что ли. И, опять-таки, неудобно. Если вы левша, вам придется и шпинки перекручивать наряду с клипсой. В общем и целом, если подводить итоги первого впечатления от этого ножа, то скажу так, нож мне понравился. Нож действительно сделан качественно, при этом он красив таким минималистичным дизайном. И производит впечатление чего-то надежного. Механика работает просто замечательно. Но, конечно же, с моей небольшой ладонью этот нож конкретно для меня не подойдет. Так что, если у вас такая же небольшая ладонь, как у меня, то рекомендовать этот нож я, наверное, все-таки не рискну. Во всех остальных случаях, если вам нужен довольно крупный нож, но при этом легкий, я думаю, этот нож вас заинтересует. Да, тут есть, конечно, тот нюанс, что нож плоский, и какие-то чрезмерно силовые операции им делать будет неудобно, или какую-то продолжительную монотонную работу тоже неудобно будет делать. Но зато для каких-то повседневных задач, повседневной носки, у вас будет легкий нож, при этом у этого легкого ножа будет довольно крупный профиль. Брать его или нет, решайте сами. Но у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok